Всем здравствуйте! Мы продолжаем, так сказать, приближаться к Пасхе. Несмотря на то, что никого не выпускают из дома, но это значит, что у вас есть полно и полно времени для того, чтобы сделать отличнейший кулич. Который, кстати, я буду сегодня делать по рецепту Елены Васильевны Шрамко. Мною очень почитаемого и уважаемого кондитера. Берите на заметку, если вдруг кто-то из вас решит посетить ее школу и повысить свое кондитерское мастерство. Так, значит, что мне надо? Мне нужен какой-нибудь аппарат. Если у вас нет такого аппарата с крюком, значит, вы должны найти дома сильные мужские руки, потому что вымешивать тесто придется довольно долго. Но сначала я подогрею немножко молоко. Ну, тот объем, который указан в рецептуре. Рецептура указана внизу в описании. Внизу в описании дан вес всех ингредиентов. Но я поправочку сделаю такую. Если вдруг у вас нет апельсиновых и каких-то других цукатов, то замените это все орехами, курагой, черносливом, может быть, какими-то засахаренными корками апельсина, которые продаются у людей, которые на рынке торгуют орехами и сухофруктами. Поищите у них, много всего интересного. Значит, как только молоко я включил, соответственно, ну, какую-то часть там, хотите, одну третью, одну четвертую, засыпьте муки, смешайте муку вместе с дрожжами. Дрожжи непременно нужно взять, конечно же, живые, потому что с ними лучше, вкуснее, правильнее. Все это вот таким образом раздавите руками. Вот так вот. Часть сахара добавляйте сразу. Да, в принципе, можно и весь сахар. Проблем никаких нет. И все ручками, 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 потому что, как говорят пекари, тесто любит руки. Ну и, соответственно, ту энергетику, которую вы ему передаете. Пока там молоко нагревается, нам не нужно его кипятить, нам нужно всего лишь сделать его теплым. Теперь вливаем сюда молоко, все смешиваем, делаем такую опарную часть. Молоко должно быть обязательно теплое, но, как видите, оно совершенно не обжигает руки, что является показателем правильности. Если рука не терпит, значит молоко слишком горячее. Все разминаем вот таким образом сахар, муку и дрожжи. Все разомните. Если остаются какие-то небольшие комочки дрожжей, у меня остаются дрожжи, а не муки, то ничего страшного. Потом все это с удовольствием и с легкостью перемешается в деже планетарного миксера. Ну или в сильных руках вашего мужчины. Хотя и женские руки тоже вот. Кто кондитерским мастерством увлекается, тесто вымешивают, у них довольно крепкие руки. Значит, оставляем минут на 15-20. Нужно, чтобы опара поднялась. Вы это поймете, увидите. Она запузырится, станет такая надуваться. Я прямо на плите оставляю ее. Значит, сюда я высыпаю всю муку, оставшуюся муку. Обязательно сюда нужно высыпать соль. И перемешать до однородного состояния. Буквально пару минут. Использовать для теста нужно обязательно крюк. Я не сказал вам это ранее, но вы уже сами и без меня заметили. Значит, вот в эту мучную массу пора выкладывать масло. Масло комнатной температуры кусочками закидываем его прямо вот сюда. Можно руками его вот таким образом разделять. Можно и цельный кусок забросить, но лучше машине помочь. Тесто получается у кулича очень жирное, вкусное. С большим количеством желтков и сливочного масла. Не бойтесь, при правильном подходе все у вас получится. Так, масло закидываем вот сюда, все. И ставим на вымешивание. Нам нужно получить однородную масляно-мучную смесь. Опара побулькивает пузыри. Смотрите, какие красивые. Пора ее забирать. Получилась вот такая вот плотная, жирная масса. Мука, масло. Теперь вводим все по плану. Значит, сейчас идут желтки. Желтки в дежу и смешиваем все крюком до однородного состояния. Когда желтки объединились с масляным тестом, посмотрите, вот такая получилась субстанция. Значит, теперь пора сюда отправлять опару. Все вымешиваем, вымешиваем. Ну, в случае без комбайна, да, придется все это делать руками. Значит, есть варианты там рубить масло на первом этапе вместе с мукой, перерубать. Все это ерунда, а просто месите руками активно, быстро, чтобы при длительном вымешивании мучная смесь не нагревалась. Итак, запускаем миксер и вливаем сюда опару. Все нужно вымесить до однородного состояния. Фишка кулича в том, что его нужно сильно-сильно вымесить. Когда подойдет время, я вам покажу. У каждого разные скорости, в том числе и скорость комбайна, скорость рук и так далее. Я вам сейчас покажу, какое должно получиться тесто. А пока что нужно просто помочь миксеру. Вот, даже миксеру нужна помощь. Вместо цукатов я использую изюм, потом вот такие засахаренные кумкваты, вяленый ананас, грецкие орехи, шоколада здесь где-то 230 граммов. И засахаренные апельсиновые корки. Они тоже, кстати, я их купил у торговца орехами и сухофруктами. Так что вот это можно использовать, если у вас нет рецептурных цукатов. Вот, посмотрите, какое получается тесто. Оно, конечно, нестандартное такое, как бы правильно сказать, не похожее на куличевое, потому что куличевое тесто всегда более тягучее, более сухое. А здесь вариант, который по проверенным источникам к нам пришел. И возраст ему около 200 лет. Значит, вот оно такое, видите. Но запомните, смысл кулича это как раз в вымешивании. Вымешивание это главный секрет получения хорошего кулича. Теоретически, я даже себе представляю, что можно просто туда что-нибудь накидать. Если классно вымесить, то и будет вам счастье. Значит, теперь сюда вводим то, что я называю цукатами. Ну, или то, что вместо них орехи, соответственно, кумкват. Вот, все это гораздо вкуснее, чем вот эти вот пресловутые, крашеные, непонятно из чего сделанные цукаты. Я думаю, что требуется устроить флешмоб. И если вы все перестанете покупать крашеные беспонтовые цукаты, тогда их перестанут делать. А? Попробуем? Шоколад. Шоколад в таблеточках. Я тоже сюда добавлю. Я бы использую молочный. Рекомендуется, конечно, какой-нибудь горький или дарк черный. Но мне нравится молочный. Теперь, когда я всыпал, значит, вот эту цукатную смесь, назовем ее так, долго вымешивать уже не надо. Нужно всего лишь вмесить туда цукаты и шоколад и все. Ну и, конечно же, влить туда ром. Эй, не в ту сторону крутой. Да, вместо рома я использую коньяк. Нету рома у меня. Ну вот так вот. Дома нету рома у меня. Рома нету дома у меня. Значит, я сюда налил 75 граммов, как и полагается по рецептуре коньяка. И добавил туда ароматизатор ром. Потому что вот этот ароматизатор вместе с коньяком, вот он, я его сейчас нюхаю и хочу вам сказать, что это получается серьезное кондитерское направление. Теперь вмешиваю вначале цукаты, а потом вливаю ром. Ну и, как вы видите, только-только все смешалось, вмешалось в тесто. Все, хватит мучить это прекрасное существо. О, шикарно как тянется. О, шикарно как тянется. Все, крюк нам уже больше не понадобится. Теперь лопаточкой все это вынимаем. Шоколад на стенках не оставляем. Еще раз все перемешиваем, смотрим. Вот получается вот такое вот тесто. Тот тазик больше, потому что теперь нужно его отправить на расстойку и дать ему подняться. Чую в мое сердце, что права супруга не войдет все это. Ну, вернее, войти-то оно вошло. Просто оно подняться должно там в два раза примерно. Боюсь, что таз этот недостаточно большой. Поэтому предлагаю разложить все это на две, так сказать, половины. Стоять они все равно будут рядом. Будут глядеть друг на дружку и подниматься одновременно. Вообще, кулич является неким сакральным хлебом. Это вы знаете и без меня. И рекомендуется их начинать печь в чистый четверг. Значит, кто не планирует их освещать, можно испечь и в воскресенье, в саму Пасху. Но вот тут зависит от того, каковы ваши предпочтения. Если вы все-таки человек религиозный и печете в чистый четверг, то всегда рекомендуется прочитать молитву. На ваше усмотрение. Но это, говорят, как бы помогает дрожжам и помогает выпечке стать гораздо лучше. Ну, в общем, действуйте. По вашему усмотрению. Все. Оставляем на расстойку. Тесто на полтора-два часа. В зависимости от температуры и места. Ну, и в зависимости от того, вы сами поймете, насколько хорошо оно поднялось. Елена Васильевна сказала, что лучше на два часа. Да. И молитву не путайте с анекдотом. Анекдот был такой. Уважаемый Петр Степанович, а вы молитесь перед едой? Что вы, Илья Сергеевич? У меня жена прекрасно готовит. Да. И поэтому все это оставляю здесь. Плиту не включаю. Все. Пусть это стоит и себе расстаивается. Единственное, что я сейчас ее затяну пленкой. Тесто подошло прям то, что надо. Простояло у меня два часа, где-то 20 минут примерно. Ну, вы даже можете поглядеть. Вот смотрите, была половина. То есть ровно в два раза выросло тесто. Вот такое оно стало. Здесь, соответственно, тоже. Вот оно. Красота. Теперь в легкую обминаем и перекладываем в формы. Не нужно бояться того, что тесто немножко не такое, как привычное для вас. Но зато, во-первых, у этих куличей срок годности месяц минимум. Во-вторых, конечно, количество яиц и масла и делают, ну, скажем, в большей степени масло делает работу консерванта. Но и вкус получится неожиданный. Выкладываем тесто, значит, чуть меньше половины. Шоколад не расплавился. Он расплавится при выпекании, но останется в своей ячейке, потому что тесто его будет держать. Значит, берем лопатку и выскребаем все из тазика так, чтобы ничего не оставалось. А то еще на пол кулича у вас останется тут тесто. Вот для чего придумана лопатка силиконовая. Если у вас еще нет такой, обязательно приобретите. Вот так вот получается такое блестящее тесто. Ложатся в формочки. И сейчас, не накрывая ничем, я его оставляю для того, чтобы оно поднялось. Примерно часик. Вы увидите, когда оно начнет подходить, оно должно увеличиться в два раза. А потом уже отправится в духовку. Если у вас противень большой, на противень сразу выставляйте. И пусть оно уже на противне созревает. У меня сетка. Соответственно, выставляйте куличи сюда. Потому что они на сетке прям пойдут уже выквикаться. И если они поднимутся у вас на столе, а потом перетаскивать с места на место, мягкая упаковка, вы нарушите процесс, может произойти опадание. Чтобы этого не происходило, вот сюда вот ставим. И оставляйте его при комнатной температуре. Пусть тесто подходит, поднимается. Уже, так сказать, в бездвижном состоянии. А далее мы прям вместе с сеткой в духовку раз. Да, и если у вас стоит на плите, тесто поднимается. Не торопитесь разогревать духовку. Потому что у вас начнет тепло подниматься. Шоколад может расплавиться, если тесто нагреется. Поэтому пусть при комнатной температуре оно поднимется. А потом включите у вас там сколько? 5-7 минут для того, чтобы нагрелась духовка. И подготавливайте ее. У меня маленькая духовка. Я буду выпекать при температуре 150 градусов. И у меня нет конвекции. Если у вас есть конвекция и духовка большая, там немножко по-другому физические процессы происходят. Поэтому рекомендуется 160 градусов. Но в любом случае, пусть пока поднимутся. Куличи подошли. Посмотрите, какие знатные. Супер. Все, пора отправлять их в духовку. Я духовку разогрел. Я, правда, забыл туда поставить термометр, для того, чтобы выяснить, какая там температура. Ну, а что делать? Значит, у меня духовка маленькая. Поэтому я ставлю на 150 градусов, примерно на 35-40 минут. Здесь нужно ориентироваться и следить, чтобы корочка, тесто сладкое. И, возможно, она будет схватываться по цвету чуть быстрее, чем все остальное. Здесь главное не сжечь. Очень аккуратно. Значит, ставлю термометр внутрь, для того, чтобы следить за температурой, которая будет внутри. Делаю все на глаз, но рекомендованная для обычной большой духовки с конвекцией температура 160-40 минут. Значит, затем, за 5 минут до вытаскивания, я сделаю еще глазурь специальную, которую покрою, и на 10 минут отправлю. Посмотрите, что получится в итоге. Так, друзья, день прошел, все испеклось, но еще не допеклось. Сейчас нужно сделать такую крем-помадку, которую я нанесу на куличи и поставлю еще минут на 5-7 в печь. Все ингредиенты будут внизу написаны. Значит, здесь у меня белки. Я высыпаю сюда сахар. Ставлю сразу смешиваться, ну, вернее, взбиваться. Сразу скажу, взбиваем до плотной пены, но мягкой, не хрупкой. И потом уже будем домешивать муку. Значит, вот у меня готовая мука. Это кукурузная обжаренная, я ее на сковородочке обжарил. А это обычная пшеничная мука. Я отвесил все по весам, как написано внизу в описании. И потом уже лопаткой буду домешивать. Сейчас главное хорошенечко получить нам пену, взбить. Смотрите, что получилось. Вот такие белочки. Стояк полный. Теперь все лишнее отставляю. Значит, добавляю сюда муку. И аккуратно лопаткой перемешиваю. Теперь добавляю еще муки. И аккуратно смешиваем белок с мукой. Он, конечно, частично падает, но мукой мы его будем стабилизировать. Для того, чтобы во время запекания у нас, чтобы получилась меренга с легким ореховым вкусом из-за обжаренной кукурузной муки. Так, все, получилось. Однородная масса. Вот такая вот гладкая, ровная. Главное, хорошенечко взбейте белки. Значит, теперь в идеале хорошо бы иметь какой-нибудь пакет. Ну, кондитерский я имею в виду. Срочно нужно достать куличи, которые у меня зарумянились больше, чем я планировал. Дурацкая духовка меня когда-нибудь сведет в могилу с этими штуками. Пока куличи горячие, быстро накладываем в пакет, в мешок, куда угодно. Крем, который еще воздушный. Делать нужно все быстро, потому что иначе все пропало. Шеф, все пропало. Отрезаем кончик и быстренько делаем вот так. Делаем такой, знаете, деревенский вариант. Потому что рецепт уже найден был в современное время, но книга была датирована 200 лет назад. Поэтому получается все как нельзя хорошо. Вкусно-то как! Еще раз наполняем пакет. Ничего страшного, если у вас все руки будут по локоть в безе. Я надеюсь, у вас найдется в семье кому облезать ваши драгоценные руки. Значит, смотрите, что там. То, что осталось, можно потом будет подсушить. А то, что уже есть, сделайте шапочки побольше, для того, чтобы они были покрасивее, во-первых, раз. Во-вторых, самого вкусного жалеть не надо. Теперь опять отправляем все это в духовку на 7-10 минут на ту же самую температуру. Нет, не отправляем. А миндальные лепестки обильно вот так вот посыпаем. Можете использовать любые орехи, какие у вас есть. Будь то кедровые. Их можно, кстати, раздавить плоскостью ножа. Они будут тоже плоские, симпатичные. Но миндаль, вы знаете, да, в выпечке самый главный орех. Можно, кстати, нарезать пекан, кедровый, грецкий. Что у нас там есть? Макадамия, она такая не очень ароматная. Поэтому макадамию я, в общем, не рекомендую. И знаете, какой еще очень вкусный и крутой лайфхак есть вот в подобных вещах? Маленькую щепотку соли. Прям по 3-4-5 крупиц на каждую сверху вот так вот сделайте. Это усилит вкус. Если посолите как стейк или как курицу, конечно, здесь не подходит. Нужно прям крупицы, такие вот, знаете, несколько. Потом будете откусывать, и у вас будет раз, соль догонять, усиливать ваш вкус. Так, отправляем в духовку. Так. Дурацкая духовка. Честно. Сколько не стараюсь сделать выпечку, каждый раз сталкиваюсь с какими-то проблемами. Пора менять, видимо, все-таки. Буду искать новую духовку. Ну, потому что ужас. Все по времени, все по температуре. Температуру снизил. Зараза, загорела. А? Потому что объем маленький. Кулич находится прям вот тика в тику под тенами. Видите, подгорает. Но внутри будет, я вам обещаю, загляденье. А на вкус просто, просто. Потому что я их уже пек и знаю точно, что это беспроигрышный вариант. Зуб даю на отсечение. Пора доставать. А то моя дурацкая духовка еще и их сожжет. А гнище. Вот эта шапочка в центре больше подрумянилась. Видимо, у меня тен работает криво. В общем, хочу сказать, вот так это получилось. Друзья, но. Прямо сейчас я не могу его разрезать. Но вы понимаете, во-первых, он горячий. Во-вторых, вы обязаны его остудить. Ну и, соответственно, я то же самое. Я оставлю его, значит... Пишу, Алиса там так гремит посудиной. Жрет. Собачонка маленькая любимая жрет. Я оставляю все это вот здесь, при комнатной температуре. Ничем не накрываю. Оставляю на ночь. И завтра утром я разрежу и покажу вам. Но в ролике не видно, что это будет завтра утро. Просто я должен их обязательно остудить, чтобы показать вам, как они выглядят изнутри. Сейчас я буду резать, они будут крошиться. Потому что тесто еще масло. Оно же жирное. Оно должно, знаете так, устояться. Пузырики все должны остаться. Вот все в нетронутом состоянии. Ну и посмотрим. Тем более бумага с боков и снизу защищает тесто от высыхания. Во-первых, все знаете, что куличи подаются в бумаге. Потом отрезают, бумагу убирают. Есть варианты, когда вы вынимаете из бумаги. Но я оставлю так, как есть. Самое время. Самое время его разрезать. И посмотреть, что же внутри. Кулич за ночь остыл. Опа! Значит, несмотря на то, что верх и низ немножко прихватились в моей шикарной духовке. Все остальное видим. Мякоть мягкая, плотная, жирная, влажная и правильно. Вот этот белочек, он здесь создал шапку. Вот такое вот, да. В общем... Вот так вот получается. В общем, я хочу сказать, что кулич, по моему желанию, по моему хотению, получился такой, как вот я люблю. Я не люблю воздушные, я не люблю такие, знаете, безвкусные, пахнут дрожжами, еще что-то. Вот это, конечно, плотный, сладкий, ароматный. Как бы его еще, какие эпитеты подобрать. Такой, знаете, кондитерский кулич. Вот. Обязательно приготовьте, не пожалеете. Я вас уверяю, потому что это мой любимый. И, кстати, у него срок хранения месяц. Вы можете его спокойненько завернуть в пленочку, поставить в холодильник, доставать, когда хотите. Текстура за это время не меняется, потому что масло является консервантом. А так как здесь его достаточно много, поэтому он очень хорошо себя ведет у вас дома. Да, это не просто какая-то там булка с воздухом. Вот это он такой плотный, я еще раз повторю. Но по вкусу, я не знаю, с чем сравнить. Если взять какой-нибудь сандеповский кекс, такой, знаете, традиционный, масляный, вкусный, добавить сюда, добавить в него побольше желтков, всяких разных цукатов. Вот это, наверное, похоже будет на это, на то. То, как кекс обычно быстро высыхает, этот быстро не высыхает. А, у меня еще шоколад же здесь внутри. Вот почему он такой вкусный. В общем, я вас поздравляю с праздником Светлой Пасхи. Я уже говорил, что у меня на канале есть рецепт творожной пасхи. Вы, соответственно, можете им воспользоваться. Ну и, соответственно, обязательно сделайте кулич. И сделайте, знаете как? Сделайте поменьше кулички. Для того, чтобы один огромный кулич не резать. И, так сказать, подвергать его сокращению времени хранения. Маленькие, удобнее. Пекутся, кстати, гораздо быстрее. Все, я вас обнимаю, целую и желаю всяческих великолепных праздников. Отдыхайте. Потому что дома все-таки тепло, хорошо и уютно. А теперь еще и вкус. Пока.